гуны идут и только мы можем их остановить я вас приветствую друзья с вами вирус здесь ну так кстати включаем начинаем сразу бой к нам подходят со спины кстати подкрепление автоматического которым я отдал руководить часто будет со спины атакующих подходить по ту сторону моста а у нас друг ну то есть с нашей стороны тоже со спины подходит мы к ним со спины подходим солнце взошло многие храбрые воины сегодня не увидят заката многие трусы среди наших врагов будут молиться о наступлении ночи посмотрите на них смотрите и запоминайте каждый из них боится вас страх грызет их изнутри страх пожирает их сердца они боятся меня боятся вас а теперь вперед так окей хорошо вперед но там проблема в том что и вперед и назад теперь надо здесь кавалерия тоже имеется у нас есть возможность по большому счету прижать их кавалерию не позволит сделать натиск копейщиками нашими но это нужно тогда бросить здесь оборону нам либо выставить одного копейщика допустим самого целого на этот фланг и прикрыть его фланги мечниками либо выставить вокруг для обороны лучников тоже такой вопрос важный так ладно тебя тоже сюда пока что полководцами атакуем с этой стороны гуны 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 давайте попробуем с угла вот так атаковать лучников лучников использовать по идее здесь пусть переправу охраняют хотя нам с другой стороны нужно расстрелять со спины разобраться для начала до так ладно давай тебя чуть-чуть растянем этими мы бьем с фланга причем надо прям вплотную подходить до до границы карты то еще далеко здесь делаем так может фланг копейщиками один прикрыть чуть-чуть подвинем тогда попробуем так лучников 4 отряда битва будет кровопролитная очень долгая у нас как минимум я надеюсь мне поражение цем закончится так оборонительный режим включили вас поставили ну и все начинаем бит так а кстати можем сейчас пока поставить вот так бойцов хотя вы не защитите все равно спины лучников не поможете вы что у нас тут всадники как раз таки вот они лучники это все пастухи я так понимаю хотя вон лучники тоже пастухи это пастухи вот они всадники избранные наше подкрепление должно отвлечь сейчас бы этот отряд копейщиков круглешочком идеально зашел бы тут и мечников можно было бы тогда отправить сюда пехота на этом фланге кстати нашим полководцам нечего бы сейчас делать и здесь еще у нас всадники до стрелковые подбегаем краю карты как только они выходят в их начинаете убивать никакой пощады копейщиков тогда перебрасываем сюда на наших полководцев на этот фланг беготню вам все-таки включаем ну что ж друзья мои настал роковой час я надеюсь после этой победы и бойцов не ну бегом 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 нужно к краю карты уже быть там давай 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 военачальники сюда опрокинули отлично здесь мы опрокинули военачальники суда тут пастухов тоже вроде бы опрокинули переключаем отряд суда нам в спину лишь залетает здесь избранным так уходим 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 бегом помочь тут помочь отлично вражеский военачальник еще и мертв пастухи здесь убегают пастухов мы опрокидываем лучников конечно бы сейчас натравить на всадников гунов здесь пастухи наших жмут но это не самая большая проблема нас вот здесь образовалась проблемка большая потери просто колоссальный час уже с первых минут сражение вперед драться 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 там опрокинули наших всадников избранных тоже опрокинули копейщики бегом сюда мы просто их должны прогнать стыла но пока неплохо справляются тут наши начинается перестрелка на том берегу пока не лезут в бой а на том берегу до потери великоваты гоните и ничего страшного они отвлекли в принципе копейщики уже здесь не нужны уводим их сюда кавалерию нашу пока целью но они отвлекли можно было бы здесь наоборот пофиг уже топ-сал помочь 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 добивать но их военачальник бросил кстати смотрите а он молодцом отряд в принципе неплохо так то еще покоцал учитывая количество лошадей которые здесь остались лежать но еще одну атаку мы похоже не переживем особенно если с двух сторон у нас копейщики очень сильно пострадали а ну-ка на перерез успеете мне не успеете отставить но по большому счету тут все пока для нас складывается более-менее лучников научники это легко восполнимые здесь потери лучники в принципе не вопрос восполнить у нас рядом поселения которые достаточно легко восполнит численность армию разбили все полководцы еще живы у нас надо степные конные лучники побежали кстати надо было посмотреть они кругом выстроились или нет их тут расстреливали себя по всему они молодцы молодцы выжили отдыхаем искусный интеллект дает мне время отдохнуть перевести дух а он чё уходить собрался что ли я не понял останься здесь пока не он кавалерию ведет сюда похоже поближе просто так ускоряемся а вот они конные стрелки отставить они сейчас подойдут на достаточное расстояние идет кавалерия займите позицию то что они поплывут это очевидно мы своих лучников пытались прошлой битве заставить по мосту пойти и никто не хотел у него будет такая же тем более ситуация кстати вам бы я все-таки запретил сейчас стрелять жарновато 4 отряда чтоб каких-то пастухов расстреливали ждем с там уже поплыли трупики на речке ну можно попробовать конечно подвести сейчас этот отрядик на тут даже не 4 тут 5 отрядов по пастухам били и она не дотягивается к сожалению прекратить огонь бой не идут пастухи он только парике труп исправляют справляют и все но готовится как будто для атаки до построился выставил все что только можно баланс то в нашу сторону сейчас уже мы армию в тылу опрокинули мы их немного убили в принципе здесь не сказать чтоб мы прям огромное количество гунов заставили просто отступить вот покойным стрелкам разрешают стрелять если что ну что же вы вот было бы у меня сейчас кавалерия стрелковая конечно можно было бы попытаться их зацепить но ешь нет его армия очень далеко от моих лучников чтобы попытаться их зацепить опять диаметр уменьшился и не добивают уже освежим приказ эти отработали этот тоже отряд для галочки ну давай с этого фланга щас попробуем лучников также через мост и не выберетесь выберетесь горим горим желанием знал бы что он не пойдет я бы всех бросил и не понес бы такие потери идите колотить ну что за беспредел не через мост мы точно не пройдем и и вне моста аналогично можно попытаться их зацепить кем-нибудь что расстрел этих его и как-то вообще не сподвиг тяжелые лучники нужны которые не могут плавать для этого они бы сейчас идеально подошли у у нас тяжелее лучников нет это самые лучшие кто есть ну давай может купится но он в движение хотя бы пришли а кстати заработала эта тема режим камера раннем доступе я упробовал он не был доступен и что не это пробный был вариант вылазки расстрелять хотя они возможно еще не в воде считаются часть шла они они считаются в воде скорее поэтому не стреляют не реагирует особо и нам делать вылазку сейчас на них смерти подобно красавцы а до избранных добиваете шикарно но если вы добиваете до избранных это уже хорошо вы тоже можете стрелять это по избранным следующих избранных они тут круговоротном устраивают избранных мало на мархаона сейчас зара карта еще и гуны тут своих избранных мавзолейчик он по другую сторону сохраняется ну ты серьезно не хочешь нападать да не ну если так мы готовы сейчас как раз расстрелять и просто победу праздновать стрелы все израсходовать не хотелось бы другой стороны но что сделаешь чуть назад отойдите чтобы удар с фланга засчитывался лучше у него лучников все равно не осталось держать ну и последний лучник идешь будешь расстреливать сейчас пару минут и нам объявят победу хотя может быть ничью не должны победу не не чаю по моему только во время осады возможно мы можем подвести сейчас военачальника вот сюда чтобы отряды скорее вышли когда объявят победу и догнать трусов этих но отстрелялись лучники все боеприпасов больше не на старт внимание марш просто сейчас будет нос цигунов пехоту добивать будем кавалерию мы не потянем но не догоним по идее должен хотя могут по времени и когда победа я не помню как она в этом плане мы потеряли многих мы многих потеряли сейчас с двух сторон я предвидел это да что могут напасть двух сторон решил рискнуть не помню дадут ли возможность добить убегающих только или не дадут мы начнем выходить сейчас вот буквально секунд стопы остановились 10 9 8 6 5 вперед победа вот не не дают добивать добивать нам не дают но по времени все таки не зря не ставил на что тут вылазку на гунов делать смысла нет они атакующие но инициативу проявлять не стали подходит еще один стек у фуфуф но хотя бы бьют с одной стороны сейчас это уже меня радует подкрепление 37 бойцов выжила кстати говоря там элиты элиты у него не так много очень много будет переплывать нет полководцев именных может это и хорошо легкую конницу он делает полководцам которые скорее всего могут плавать да ну а мы сражаемся вновь ну а мы сражаемся вновь мы их проредили хорошо мы очень хорошо их проредили сейчас этот бой закончится нам нужно будет обязательно использовать наемников все что есть из наемников мы возможно даже копейщиков придется объединить что я не люблю делать сегодня подходящий день чтобы умереть сегодня великий день для встречи с богами так отправим же наших врагов на встречу с их богами завтра в это же время руки в которых мы держим мечи будут болеть от перенапряжения все речи не срабатывают длинные скажем так длинные речи не срабатывают я не люблю объединять отряды их лучше переобучать их лучше объединять я вот люблю так чтобы осталось поменьше да о чем я говорю а когда приходится объединить два отряда так чтобы они составили один это удручает меня порой приходится так делать сейчас возможно мы будем вынуждены либо отступить тут вариант такой либо отступить придется либо поступать именно таким вот образом кстати можно врубить режим обороны тоже по умолчанию так 89 сюда копейщики пригодятся нас на флангах там в идеале вот речку оборонять должны отряды которые могут плавать потому что если они подойдут вплотную они могут заходить в воду и тонуть тяжелые остальные то не умеют плавать но отчасти в некоторых произведениях посвященные событиям трое упоминаются как ахилл как раз таки троянцев загонял в речку и топил их там так что это имеет место быть свежие войны прибыли возможно настало время отправить их убить врага так он идет уже он уже ломанулся в бой смотрите он уже копьеносов бросает в атаку наемников но этих можем бросить сейчас на пехоту потрошите так тогда сейчас давай сюда ты сюда вы подойдите ближе подходим ближе не стесняемся аккуратно дабы не потонули наши а кстати вы не бегаете и наверное даже не стрелять сейчас без приказов к бросает только один отряд его опрокинуть сейчас будет легко и просто одного готовим преследовать они убегают уже сразу мне нравилось что время вот они если имеют режим обороны включенный но отдаешь приказ преследовать то они преследуют и не бросаются отступить сильно далеко не вылазим так здесь все члены семьи по моему никого нельзя отдать удобно по вот этой полосе порой отследить лучников огонь на этот фланг переберитесь тут много бомжиков так а ну-ка копьеносов или давайте избранных избранных конечно же расстреливать зачем нам расстреливать кого-то тут непонятного если есть возможность расстреливать элиту добавок там толпа вы тоже можете попробовать вот этого расстреливать и там будет прилетать элите а чё покойница вообще это хорошая конница боевые дни ну в принципе не особо избранные все-таки посерьезнее мне кажется почему он их сделал так вас даже сейчас переключим расстреливать исключительно избранных вы расстреливаете стрелков расстреляйте пожалуйста полководец стоит он чё-то после поражения боится теперь похоже лезть нападает на меня но мост и тут сразу вопрос исчерпан говорить но если так то мы можем даже поселение попытаться оборонять но почему я не пытаюсь даже особо от поселений потому что поселение будет осаждать в осаде мы будем нести большие потери это очень плохая тема и чё что за хождение ваша странная одному отряд нужно уже этих лучников приказать расстреливать вы так хорошо шли в атаку что с вами сейчас случилось хорошо шли умирали самое главное вот нет я думал пришли в движение но это все фигня помоги расстрелять наших копейщиков еще расстреливают но у них щиты хорошие как бы у них больше шансов спастись от обстрела вот она пошла атака расстреливать смысла его нет готовились расстреливать полководец суда-суда одного полководца отправим суда вот даже избранных мы сейчас опрокидываем и можем этих переключить расстреливать тут хотя подождите тут еще перестрелка идет один отряд любом случае должен работать но опрокидываем опрокидываем полководец сбежал это уже боевой дух у них ни о чем давай 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 конные лучники вы ж не за лучники ну просто лучники конные за лучники против лучников морали у этих пастухов сейчас должна быть ниже плинтуса вы сломаете даже таким вот потрепанным составом во-во-во-во отлично бегут так эти уже побежали бегом сюда так эти уже побежали бегом сюда кавалерия бежит атакуй а ну-ка ладно атакуй вот этих без приказа атаковать просто вот здесь сейчас наткнешься на них и ломаем хребет точно так же этого военачальника поставим так они бегут вперед преследовать убивать всех так вот сейчас очень важно принять правильное решение мы можем завершить битву и спасти сто процентов можем продолжить и рискнуть им может спасем может нет но убьем больше давай вот они начали тонуть бегом сюда главное круги там не наворачивайте военачальник вот он живой все отлично он уже не в одет точно а то губы посинели ему пора было вылазить коцем коцем и 1 проскочили ну и трупики все кружатся 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 ну тут нам безоговорочные победы конечно с гунами дают я надеюсь это последняя была ваша атака нет у них еще один стек дотягивается до чтоб вас у нас сегодня вся серия будет состоять судя по всему из сплошных сражений с гунами причем они нападать нормально отказываются нападать нормально они не хотят опять ничего серьезного членов семьи я не вижу погнали фишка в чем вообще благодаря стенам именно каменным там же масло сваро да кавалерия и даже элитная будет заходить если маслица им на голову вот если защищать например мелкое поселение обязательно нужно ну я помните говорю в одной серии либо в образный либо п-образный строй использовать а вот а когда защищаешь ну то есть даже здесь есть пользу до п-образный такой вариант если же защищаешь поселение где есть масло над воротами там конечно нужно вот вплотную вставить чтобы как можно больше на рейк причем забиваешь именно вплотную там масло основной убийцы соперников твоих там даже убийца не отряд там копейщиков или те кто обороняет ворота не они там скорее играют второстепенную роль давай наверно вот так вот нам копейщики пригодятся сейчас на этих флангах вновь наши отряды желтеют как листьев осенью сейчас мы можем подставить этих под обстрел у них тоже щиты у них хуже щиты правда чем у копейщиков копейщики в этом плане намного опытнее и надежнее да уж сплошные сражения копейщики давай 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 активней шевелись господин мой так я слышу лучники уже начинает опять копеносцы выдвигаются один отряд он а хотя смотрите что делает всадники бегут и начинают уже прям активно ну-ка давайте пехоту суда отряд перебросим они начинают переплывать по крайне мере на левом фланге на нашем начинают активно переплывать их сейчас будем тогда расстреливать не стреляйте расстреливать они в ближнем бою не особо хороши же ну а вот так да ближнем бою им похвастаться сильно нечем просто побережье перекройте и все она опять побежали они не успели дойти тут численное преимущество сейчас играет огромное значение опять полководца бросает поближе к берегу да не он его даже бросает уже в бой вперед я бы назвал бы это скорее не в бой а на убой они пошатнулись не они вылезут и уже будут нести потери бешеные они побегут а нам лучше начать элиту его расстреливать вновь свои попадают что ли там вроде бы не расстреливают такое ощущение что свои попадают этой кавалерии нужен натиск у них увидите зеленый показатель единственное это натиск штурме 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 аккуратно вдоль побережья так а ну-ка свали реально свои попадают отступить они все равно ничего не сделают они побегут в этом плане на них можно рассчитывать где тут плавающий полководец сообщение о том что вражеский полководец убит не было значит он тут еще где то и вот мы должны по шапке узнать а вот он он вот она купание коня тут-то-то-то-то подбегать все лучники отставить стрельбу так конные лучники вот кого сейчас нужно расстреливать здесь в воде вражеский военачальник бежит как испуганная коза хватайте его козы очень питательны а его убивать смысла нет ну чё-то гуны вообще расклеились они даже не пытаются они по той же тактике по которой предыдущие сражения проводили то есть просто напали одним отрядом попытали своего в прямом смысле попытали полководца просто в прошлый раз он даже воды не нюхнул в этот раз уже на воду спустился все таки полководец живой и не сбежал совсем а папа папа вы уже отстрелялись а тут есть стрелки так что отойдите получается опять по времени придется выигрывать сколько мы убили ну ты щеночку мы убьем по факту потеряв при этом не так уж много совокупности в этих сражениях очень много потеряли народу но гуну то понесли куда большие потери так никаких движух а ну-ка попробуем сейчас отдать приказ стрелять через речку через речку их судьбу не обманешь ушли сюда максимум сейчас можем подвести вот сюда отряд лучников и надеется что дотянется замечательно тогда расстреливаем нам нужно элиту его выбивать у них даже он смотрите всадники стрелковые имеют больше показатель натиска чем пастухи и когда хотя защита вон доспехи чуть лучше у пастухов ближний бой у пастухов лучше на натисками на у конников лучше эти не утонут в принципе и можно не опасаться на берегу так вы отстрелялись удобно было бы есть полоса вообще пропадала отстрелялся но так может какой-нибудь там залп еще остался мало-мальский отстрелялись плебейскую конницу там доставаться будет по идее вот и отряду который позади хотя можем еще вот сюда вот так вот спуститься и может не дотянемся на полководца убить да могут но они даже в атаку не идут атаку где стрелки где стрелки дотягиваются здесь да на этом фланге ну окей принять участие в перестрелке вы отступите копейщики все-таки нам нужны ну и все лучники отстрелялись по факту теперь у нас снова только победа по истечению времени делать вылазку нести потери даже полководцами учитывая что а вдруг и еще нападет я думаю не стоит лучше подождать эти условно сейчас четыре минутки на ускоренном лучше даже подождать не рисковать популяцию можем по графику посмотреть как сильно мы гунов уменьшили нефиг было нам объявлять войну мы с вами были в союзе шли бы и римлян до пугали ну запросто ведь пугали пример безусловно такой стек даже римлян гасил я как-то рассказывал историческое сражение в оригинальном риме есть где она армия брутов условно сражаются против парфян и там кавалерий стрелковой у парфян дофига у нас лучников мало даже несмотря на черепаху римлян все-таки сложно спасаться от их стрел вот это вот и для римлян действительно испытание иконные лучники могут устроить и тут вакханалию гримлян но они решили сражаться с нами а мы на речке на речке стояние стояния на реке не знаю как это река называется честно говоря но в данном случае это стояние на реке какой-то другой стороны это наши земли как захочу так назову речку до захочу назову так четыре минуты это считай минута уже реального времени можно было бы обрезать а вдруг скажите что ты сделал там чутер так что я предпочитаю показывает демонстрировать все что делаю вы прохождите чтобы не было никаких сомнений и во вторых я сам люблю наблюдать именно за некоторыми нюансами мелочами подмечать их это тоже очень порой важно ну когда смотрел какие-либо прохождения да и вообще в принципе не только касается игр дьявол кроется в мелочах если есть желание можно пропустить самому вот увидеть что за сценой вряд ли потери излечимы хорошо отлично копейщики живым очередная победа смотрим как гуны себя поведут по факту их пока цели мы прилично можем даже попытаться города защищать но у них члены семьи вот все закончили у них члены семьи не один член семьи не погиб это значит где-то еще достаточно много этих всяких мерзавцев а у них очень сильно кавалерия и с ними даже возле ворот будет сложно так посмотрите их выселили и они отправляются но на юг автоматически шуруют сейчас на юг такой вариант меня устраивает лукдун зачем ты бросил я надеюсь сейчас год его захватят но вот что осталось от гунов мы в принципе уже должны завершить сейчас переселение народа бургунды основам на тапок надавили у нас по умолчанию минус и неплохой здесь нужно окей давай сейчас потопим флот ускоряться не буду чтобы увидеть если они не потопят куда отступит корабль а у наступает к нам отлично значит нам нужно здесь разбить он отступает туда тоже к нашему флоту топи топи его так флот не потоплен это плохо куда а у наступает вот сюда и здесь я надеюсь ты дотягиваешься и топишь уже хоть наконец-таки наконец-таки мы потопили эту маленькую армию перебирайся суда ну переобучить вряд ли получится регионе он все равно никуда не дотянется пусть он отступает ты ничего не сделаешь здесь переобучение сразу ставим еще можно копейщиков перебросить к поселению тогда мы точно выдержим случае чего тут кипиш реально семейный подряд тут идет вот он член семьи второй третий и тут их еще целый пяток членов семьи этот стек можем напасть попытаться уничтожить такую небольшую контратаку попытаться уничтожить члена семьи тоже возможно можем вывести вот этот стек лучников он не подпустит никого еще один стек гунов со спины тут который мы судя по всему разбили можем тоже попытаться разбить наемники в помощь как говорится вам но это все давайте уже будем делать следующей серии вот этого можем прибанкротить этого ты получаю товары на данном ходу все равно не сможет обанкротить все равно не сможешь так ладно этим походим дипломат не мешай мне полководец все-таки это член семьи можно его оставить и в этом городе случае чего наемников может быть другой стороны он сейчас нам тут ладно конкурента вытеснили гунов пока что разбиваем с ними воюем удивительно кельты так на перемирии еще и не с подвиглись гунов мы можем уничтожить попытаться сейчас с кельтами тоже можем поговорить вот кстати в комментариях можете писать предлагать варианты все-таки попытаться с гунами помириться хотя мы их прорядили неплохо и сейчас можем ударить соединить наши армии добить несколько стеков но еще рано говорить о победе потому что тут очень много этих стеков просто они разбиты пока не свели к одному знаменателю у нас есть шанс у нас есть шанс на вы можете писать опять же комментарий как бы вы допустим поступили помирились бы с гунами отправили дипломата попытаться договориться или с кельтами затребовать у них деньги мне кажется кельты все-таки вероятнее подпишут это их традиция платить нам деньги как игроку и мириться потом снова объявлять войну посмотрим до следующей серии с вами был вирус всем добра пока пока